Я не смогу с ним одними методами работать. Ну, это не подход. Это подход. Люди не пошли на выборы. Мы, получается, из-за того, что вот методы такие. Нет, это не подход. Понимаете, мы могли бы наш переговорный процесс с Сергеем Михайловичем тоже с этой фразы начать. И он со мной тоже. И у нас есть питерское отделение «Справедливая Россия», которое тоже сразу это объявил. Сергей Михайлович, знаешь, что сказал? Он сказал, если ребята не объединяются, значит, мы будем с ними расставаться. Потому что мы должны объединяться. Объединяться. Путин работает со всей страной, работает, у него там здесь прохидеет, там убийца, там негодяй. Работает со всеми. И вы должны вносить сюда. А вот сесть в отдельном кабинете, втроем, проговорить. Вот так больше, пожалуйста, не делайте, Иван. А вот так вот давайте договоримся. Дай Бог, если так будет. Ну, так сделайте. А то я не буду работать. Ну, давайте сейчас. Слушай, даже просто математику взять. Если каждая партия по одному, она возьмет там один-два мандата где-то. Если партия объединяется, она возьмет пять мандатов. Кресел хватит всем. Я не знаю, кресло, нам не надо кресло. Да не про это дело. Сахар, можно вопрос? Вы вот сказали, что КПРФ, как бы партия, она такая, на сегодня воспринимается, как на четыре части, на пять частей. Ну, воспринимается, так и есть. Там три есть. Скажите, пожалуйста, допустим, там отделение Грудинина в этой партии, да? Она может как бы... Нет, Грудинина это отдельная совершенно история. Никак с этим не связано. Там есть внутри партийной конструкции КПРФ, есть три силовые группы. Три силовые группы, да. А скажите, одну из групп можно как-то с нами объединить? Нет, нет, принципиально нет. Да нет, я думаю, что у нас все КПРФ будет. То есть, вы же растворитесь, да, пускай они растворятся у нас. Да нет, мы с этим будем работать. Я понимаю, что предложение абсолютно разумное, и мы все сигналы уже подали. Я просто лично знаю Геннадия Андреевича, и я не буду заниматься деструктивной работой на Трио Партии. Это нехорошо с моей стороны. То же самое, если с КПРФ предуптомили, скажут... Нет, вы маяк, она маяк. Я все понимаю. Мы с Геннадия Андреевичем будем, и там сейчас немножко ППА это позлиться, а потом через месяц, другой, третий мы с ним будем это уже спокойно проговаривать. Конечно, это неизбежно, потому что если мы реально хотим добиться результата, я вам уже говорю конкретно, если мы хотим, мне там очень много... Вы их добивались? Подождите, сейчас я это говорю все-таки, да, вы меня в середине оборвали. В КПРФ огромное количество бизнесменов, миллионеров, прохиндеев, договаривающихся со властью, работающих на Единую Россию, на Наварду, на кого угодно. Но в целом это работающие конструкции, там огромное количество патриотов, левых убеждений, с которыми надо работать. И мы будем эту работу осуществлять. Мы будем, чтобы добиться в Государственной Думе, ну если не половины, то хотя бы там 25-35% голосов, чтобы быть фракцией равной Единой России, нам придется объединиться. Мы и объединимся. И здесь вы должны... Вы говорите, вот вы там наверху, у вас там все хорошо, хотели что-то новое попробовать, вы там объединились, а вот нам сложнее. Слушайте, вы не утрируйте, знаете, как там тоже сложно? Мы тоже все люди непростые. Пожалеете? Нет, мы пожалеем. Вы себя пожалеете. Вы пришли и принесли свой скепсис сюда. Понимаете? А я вам могу делиться с ними трое суток, не переставая, понимаете? Как нам тоже тяжело. Ничего, в каждый регион я приезжаю, и там сидит человек со скепсисом, говорит, я с вами объединиться не хочу. Я не буду, а вы там людей убивали, или вы там еще кто-то, или у вас там Миронов, или у вас там Семигин. А Семигин я вообще не знаю. В каждом регионе сидит. Дома оставляйте. Пришли работать, работайте. Потому что мы так сделали наверху, нам тоже сложно. Никто не может объединиться. И, ну, успокойно. Нет, вы сказали за правду, я за правду. За хальпу. Я понимаю, что это за правду. Нет, ну, я могу сказать, я за правду все люди сволочи, как бы. Да, да, я правду. А я правду, да. А я достанен. Мы, причем, мы готовы прислать комиссию по любому поводу. Если у вас там реально нет возможности какие-то еще проговорить, мы пришлем людей из центра, тройную комиссию. Они будут с вами сидеть, как бы, возьмитесь за ручки, подружитесь, скажите, выдохните там. Сделаем. Но лучше, если вы сами это сделаете. Потому что мы этим занимаемся в постоянном режиме. Конечно. Сами можем приехать. Но лучше сами. Сами.